Всем привет, с вами Тед. Ребята, я думаю, так как вы нажали на этот видос, вы уже видите название. Сейчас мы посмотрим игру, после которой клавиатуре пришел конец. Такое вот неприятное событие произошло, поэтому пока я, собственно, подбираю себе новую клавиатурку, все вот эти дела занимаюсь. Я хочу поездить по магазинам, пощелкать по клавиатурам, посмотреть, пощупать их, выбрать, определиться, заказать, подождать. То есть на это уйдет какое-то время, поэтому в ближайшее время стримов по Старкрафту не будет, потому что, к сожалению, Старкрафт без клавиатуры играть невозможно. Вот, однако, ну, наверное, как раз использую это время для перерыва, возможно, до конца сезона и ворвусь в новом сезоне, то есть через недельку, через две. Конкретно в Старкрафт и конкретно по стримам. Но контентик будет, ребята, контент будет, то есть контента я записал много, достаточно, он будет выходить, все как стабильно. Вторник, четверг, суббота. Супер стабильно, без контента вы не останетесь, контент вас ждет крутой. Поехали, поехали смотреть. Эту игру сразу же рассказываю, да, это Grandmaster League, корейский сервер. Вот, будем смотреть только от моего лица, но показываю, что мы играем против терраина. Вот, все, поехали. Элитный дивизион, лучшие Старкрафтеры планеты собрались в этой игре и готовы показать вам жаркую, просто мега жаркую баталию. Это будет, ну, эпичная, эпичная битва, на самом деле, вы понимаете. Просто так клавы не ломаются, да, то есть просто так клавы не разбиваются, ничего с ними не происходит. Только после самых жарких боев в Старкрафт 2, когда вы играете за протоса против терраина, вы можете взять и случайно лишиться клавиатуры. Вот, в этой игре я решаю сыграть свой билд. Я с этим персонажем уже играл, но я решаю сыграть свой билд без Зилка. Да, то есть в прошлой игре я играл Зилка. В этой я решаю, ой, я сэкономлю, сделаю экономику пораньше, будет прикольно. Вот, и, собственно, играем. 17-я пробка сюда, 19-й Nexus, всё как обычно, всё у нас происходит хорошо. Всё у нас окей. Да, и здесь, что у нас происходит? Здесь у нас Зилок не заказывается, идёт кибернеточка, идёт, собственно, пробка, газ, пилон, всё как обычно. Наша обычная стандартная установка. И отсюда начинается самое-самое весёлое, да, то есть... Мы, в принципе, чувствуем себя нормально. Строим сталкера, строим батарейку для безопасности, там, от риперов, спроксей и прочей всякой ерунды. У нас всё действительно очень хорошо. Уже готовимся сейчас переводить рабочих на Турал, на вторую базу. Выходит рипер, мы начинаем с ним меситься. И Nexus достроился, и мы видим, мы видим, что здесь уже подлая ксмка готовит бункер вместе с Мариком. Отсюда мы понимаем, что это за билд, да. Это барак дома, барак в проксе с бункер рашем, да. То есть вот такой вот противный билд. В итоге рипер спасается. Вторая ксмка подходит. Две ксмки у нас в проксе. Они будут чинить наши бункеры, точнее, вражеские бункеры. Идёт ещё один бункер. Мы начинаем думать, как защищаться. Конечно же, у нас для этого есть второй пилон. У нас здесь есть батарейки. И я всё ещё думаю, что, ну, наверное, как-то я смогу отбиться. Как-то я смогу отбиться, собрать юнитов и начинаю пытаться. Попытки идут, естественно, путём буста юнитов. Но я понимаю, что здесь уже два марика, два рипера. А у нас, у нас здесь, да, только три сталкера. У нас дома сейчас на третьей минуте против Террана за Протаса, на третьей минуте у нас три юнита. У него в атаке четыре. Четыре с двумя бункерами, понимаете? Насколько всё жёстко. Очень жёстко он тут микрит, уворачивается каждым рипером. Постоянно наносит урон. Здесь я его ловлю, благодаря филду решил немножко избавиться. Идёт у нас, получается, батарейка от хил. Но позиция, позиция неудобная, понимаете? У него здесь широкий фронт. У нас здесь абы что с рампой. То есть отступать неудобно, микрить невозможно практически. И очень много мариков уже стоят и расстреливают наш Нексус. То есть если это там один прокси-барак или ещё что-то, Нексус обычно живёт. Но здесь я понимаю уже, что, наверное, он не выживет. В принципе, здесь что-то думаю, как мне это выбивать. Но понимаю, что тут три КСМ-ки у него в атаке. И это будет беда. Я успел поставить роба. Я всё ещё строю юнитов. Понимаю. Ладно, Нексус мы отдаём. Отдал Центрю. Это была ошибка. Ну да ладно. Три Дита добавил. Решил ещё раз попробовать кинуть оверчаж на батарейку. Он как бы лишний, но как бы он мне и не нужен. Ну, мне эта энергия Нексуса не сильно была нужна. Что-то я тут попробовал. Понял, всё. Тут два бункера полных мариков. Делать нечего. Я только зря отдавал юнитов. Зря тут всё это пытался делать. Это дело всё не отбить. И как бы можно завязывать с этим делом. И готовить наше нападение к контратаку. Призма, конечно же. Призма. Всё, полетели. Призма летит. Показываю вам, что происходит дальше. Что происходит дальше. Здесь у нас всё окей. Как бы батарейка есть. Пилонов хватает. Всё это зачищено. То есть тут мы, если что, доварпуем, конечно, прогоняем. В атаке. У него, конечно же, уже бункер. Видим, второй барак возвращается. Понимаем, что с прокси уже атаки не будет злостной. И начинается. Начинается суровый микроконтроль. Смотрите. Сразу же поднимаем одного сталкера. Второго. Не отдаём ни одного. Доварпу зелков. Начинается замес. Сталкеры зелки против КСМ. Отлетаем призмой. Потому что он сразу же начинает её фокусить. Передропываем сталкеров. Скидываем. Микрим каждого. Каждого. Пробитого внизу сначала оставляем. Потом уже берём наверх. Доварпываем ещё. Короче, фокус рипера отдельный. Спасаем. Этот сталкер не мёртв. Он спасён. Этого марика тоже спасаем. Понимаете, он поднял барак. Он поднял барак, чтобы мне было тяжело микрить. Чтобы я не мог попадать по своим юнитам. Мне приходилось делать вот так вот. Поднимать юниты и отодвигать. Сумасшедший микрозамес. Каждый сталкер просто спасается. Два сталкера на двух жизнях. Две жизни у одного сталкера. Две у второго. То есть, очень-очень-очень идеальный микроконтроль. Выходит циклон. Естественно, дальше тяжело. Дальше тяжело. Идёт дальше размен. Фокусим мариков. Спасаем юнитов из-под циклона. Локона. Циклон подходит. И, конечно же, сразу пытается фокусить призму. Тем временем здесь иммортал пробивает бункеры. У нас идёт сумасшедшая война. Просто мультитаск зашкаливает. Зашкаливает мультитаск. Последняя хп призма умирает. Циклон. Выживает на последних жизнях раз. Здесь сталкер тоже умирает. Но иммортал. Иммортал прогоняет первый бункер. Видит, что марики сбегают. Иммортал, в принципе, выбивает второй бункер. Со сталкерами мы выбиваемся. Понимаете, какой напряг. У нас только игра началась. Уже драка. Шесть минут сумасшедшего мультитаска. Сумасшедшего микроконтроля. Очень всё тяжело. Прям невероятно. Невероятная была замеса. Ставим второй Нексус. Сток на шестой минуте. И идём прессинговать. Мы понимаем, что мы попали в ситуацию, когда нам нужно что-то делать. Нам нужно не отпускать Терана делать всё, что он хочет. И мы делаем 4 сентрим и призму. Мы берём всех наших юнитов. Подходим. Подходим в атаку. Ловим небольшой сапплай-блок, из которого сейчас будем выбираться, конечно же. И идём нападать. Идём нападать. Видим, что нету... Нету второго Некуса. Ну, собственно, ладно. Ничего страшного. Делаем давар. Второй иммортал. Здесь он пришёл рипером посмотреть, что как дела. Ну, а мы ему говорим, не парень, у нас тут дела посерьёзнее. Приходим наверх. Пробивать бункер начинаем. Благодаря филдам, конечно же, это сделать очень легко. КСМ-ки не починят 100%, хотя срывает. Посмотрите, какая скорость срыва КСМ-ок. То есть мы только поднялись бить бункер, он уже их отправляет лечить. Это... ну, это лучшие игроки на планете так только могут сделать. Убиваем циклона после великолепных филдов. Отмикриваем иммортала назад. Обязательно, обязательно здесь вымикриваем, короче. Понимаем, что танк не убить. Здесь Сим-Сити просто не позволяет к нему добраться. Здесь циклон, марики, КСМ-ки. Всё это дело прогоняет наш пуш. Нам ничего не остаётся, кроме как отступить. Самое главное, конечно, не отдать призму, не отдать юнитов лишних. Призму он начинает фокусить. Понимаем, что циклон без позиции. Фокусим циклон и убиваем вторую саплайку. И мы нанесли классный, классный урон. Мы понимаем, что у терна сейчас очень сильное отставание по рабочим. И нам нужно своё продолжать преимущество. Продолжать, продолжать его наращивать. Следующий план это Твайлайт Форж. Твайлайт Форж, конечно же. И здесь мы, собственно, стоим, стоим, стоим. Крушим. Уже начинается драка. Он переходит на натурал. Посмотрите. Три сталкера, два иммортала. На натурале у терна. Мы стоим, мешаем ему. Он боится на нас напасть. Он не знает, есть ли у нас уже призма или нет. Она может в любой момент вот здесь начать доварпывать. Он аккуратно, аккуратно это проверяет. У нас есть обсервер, конечно же. И идёт сумасшедшая войнуха. Просто сумасшедшая войнуха. Он проверяет, понимает, вроде бы никого нету. Но только он собрался здесь ставить бункер. Мы сразу же идём на него в атаку. Сразу в атаку. Эти сталкеры атакуют с одной стороны. Здесь два иммортала фокусят танк. Начинают пробивать мариков. Он микрит медиваком. Микрим сталкерами. Отходим. Фокус фаер идёт по сталкерам. По одному, по второму, по третьему. Очень-очень серьёзный микроконтроллер демонстрирует. Долетает призма. Призма долетела. Начинает микрить сразу же имморталов. То есть не ждём ни секунды. Сразу же микрим. Всё, выживают имморталы. Но достроился бункер. Сразу же высаживаются марики и занимают бункер. Пытаемся зилками прогнать. Прогнать пытаемся здесь бункер. Понимаем, что танк стал. Идём фокусить имморталами по танку. Раз, залп. Два, залп. Нету танка. Всё, спасаем иммортала призма. И опять по новой. Начинаем фокусить бункер. Фокусим бункер, но не отличить. Второй иммортал погиб. Таким образом бункер выживет. Мы здесь продолжаем до варпы. У нас учатся. Учатся грейды. Вы видите, какая напряжённая, сумасшедшая игра. Какая напряжённая, сумасшедшая игра просто идёт. Ребята, доделываются грейды, доделываются гейты здесь. Всё у нас делается с энтри. Идёт война. Посмотрите, 10 минут кровавой бойни. Просто самая сумасшедшая игра, которую вы могли видеть в последнее время на самом деле. Один только сплошной замес. Одни драки, одни потери. Уже, уже, да, то есть на 10 минуте потери 6500. Хотя мы только-только начинаем выходить во вторую базу. То есть мы только-только начинаем эти денежки зарабатывать. Понимаете, 10 минута. 60 лимита на 46. На 10 минуте. То есть еле-еле мы собираем лимиты. Ресурсов катастрофически не хватает, потому что кровавая бойня просто не прекращается. Он проверяет, где я стою. Проверяет, готовит бункер по новой. То есть вот такая у нас идёт позиционная война. Да, понимаете, что мы стоим просто утеряно на его базе. И у нас идёт драка. И вот она баталия. Посмотрите, срываются. Зилки сюда. Он сразу же срывает КСМ. Не даёт нам. Не даёт нам здесь прорваться к танкам. Но зилки прорывает под бронёй. У них хватает мощей прорвать. Натурал. И этот крик Джи-Джи говорит о том, что мы победили. Вы, конечно, спросите. Блин, так зачем, зачем ты разломал свою клаву? Что тут такого произошло? Ты же победил в этой классной игре. Отлично отыграл, Тед. Типа микроконтроль, царский. Всё как надо. То есть полнейший мощь показал. Отбил этого террано. Выстоял против мощнейшего пуша. Не дал ему развиваться. Всё сделал хорошо. А я вам скажу, что просто-напросто клавиатура. Клавиатура не выдержала. Понимаете? Она не выдержала такого напряга. Такого, как это, накала событий. И вот supply block тот как раз-таки один. И момент, когда мне нужно было поставить гейты. Посмотрите, как он выглядел от моего лица. Сейчас мы найдём, где я тут буду ставить гейты. Сейчас после этого до варпа. Я объясню вам, что произошло. Короче, здесь микро. Туды-сюды. Тэн-тэн-тэн. И вот здесь мы понимаем, что самое время нам ставить гейты. Да? То есть вот он, вот он, вот он. Первый момент, где я уже понял, что да, у меня какие-то проблемы. Мне нужно было поставить газ на натурале. Но у меня нету второго газа. Мне нужны были архонты к этому пушу. Я мог на них насобирать. Понимаете? И здесь сейчас, вот после этого микромомента, у меня вот как раз появляется секунда решить вопросы на базе. Это делается, конечно же, с шифтом. То есть до варп-шифт. Я понимаю, у меня нету второго газа. В чём проблема? В чём может быть проблема? И смотрите, что я делаю. Я, получается, выбираю пробку. Нажимаю поставить газ. И по шифту я ставлю пилон. Потому что, ну, у меня скоро саплай-блок. Может, будут какие-нибудь такие вещи. И она уезжает. То есть даже если я по шифту не ставлю пилон, понимаете, я её, наверное, на минерал. Я её по шифту отправил на минерал. Она сразу поехала добывать минерал. В чём проблема? Уже здесь шифт перестал работать. Шифт — это основная клавиша в StarCraft 2. По этой причине здесь у нас начались проблемы. Понимаете, я не могу поставить газ. И здесь во время драки, во время вот этого и битвы мне приходится, понимаете, брать и вручную ставить. Вот, я опять пытаюсь поставить газ. Я не могу поставить. Я не понимаю, в чём проблема. Понимаю, ладно, так, надо здесь помикрить. Так, думаю, ладно, хорошо. Просто нажму поставить газ. Всё, пробок хватает. Окей, что-то там бустанул апгрейды. Надо ставить гейты. Ставлю раз гейт. Два гейта. И он не ставится, понимаете? У меня шифт сломался. Всё, я не могу, к сожалению, поставить нескольких гейтов подряд. То есть вот здесь вот задача поставить 4 гейта, которые обычно решаются за секунды полторы. Ну, это очень-очень мало. 4 гейта поставить — это клац-клац-клац. Всё. Ну, ещё один клац, четвёртый, не забыли. Но я не могу этого сделать, потому что шифт сломался. И поэтому у меня эта задача занимает, смотрите, уже полторы секунды. Две, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, я начинаю вручную по одному гейту. Мне приходится ставить гейт, ждать, пока пробка поставит. Восемь, девять, десять. И тут я понимаю ещё одну. Я не могу их даже добавить в контрольную группу. То есть чтобы доварпать с гейтов, мне пришлось жать мышкой на выбрать все варп гейты потом. Да, потому что я не мог добавить их в контрольную группу. Эту игру я заканчивал с контрольной группой, в которой четыре только гейта, которые успели создаться до того, как клава вышла из строя. Ну, если быть точнее, кнопка shift на клаве. Вот. Надеюсь, вам понравилась такая игра. На самом деле, отличная игра, чтобы уйти на перерыв. Мне понравилась. Очень классная, динамичная, насыщенная получилась замеса. Вот. Ну, а пока что, как я говорю, в ближайшее время стримов по Старкрафту не будет. По одной простой причине я не могу играть в Старкрафт, потому что нужна клавиатура для этого. Вот. Пока я, собственно, занимаюсь этим вопросом. Надеюсь, вам понравится контент, который будет выходить. Будут выходить гайды, обзоры. Всё-всё-всё на все расы. Всё очень круто будет. Вот. И, ну, скорее всего, со стримами по Старкрафту я вернусь попозже. Пока что стримы, если будут, то на следующей неделе, числа 16-18 января, стримы по Лиге Легенд уже будут. Вот. Ну, потому что Лига Легенд не требует шифта. Даже в Доту я не могу без шифта поиграть. В Лигу можно играть, там шифт не требуется. Вот. Такие дела, ребята. С вами был Тед. Надеюсь, все всё понимают. Всем понравилось. Поддержите лайком, там, комментиком. Будет очень приятно. Всем пока.